Всем привет дорогие друзья, с вами НС. Давно не было фишек и вот собственно говоря они. Но перед тем как мы начнем, я хотел бы сообщить вам, что не так давно я открыл канал по фортнайту. Если вы любите фортнайт, или если вы хотите попробовать фортнайт, или даже если вы вообще не знаете что это такое, то можете зайти, ознакомиться и в идеале конечно подписаться. Ссылка будет в описании. Ну а теперь начнем. Иногда бывает играешь такой против шадоу демона и купил радианс. А он из тебя иллюзию делает и она тоже с радиансом. И ты такой думаешь, вот каналья. Ну и больно конечно очень делает этот халявный радианс, да и демон фармить может этими иллюзиями. В общем куда ни плюнь, везде неприятности. Короче, есть простая фишка. Прямо в дизрапшене один раз нажимаем на радик. То есть выключаем его. Он конечно в дизрапшене не выключается, но выключится сразу по выходу из него. И дота работает так, что иллюзии появятся тоже именно с выключенным радиансом. Далее мы то свой радик включим, а иллюзии не смогут. Вот такая вот довольно полезная штучка. Кстати еще один момент. В дизрапшене можно выложить предметы в рюкзак. И иллюзии появятся именно с предметами в рюкзаке. То есть убрали туда, скажем, скади и бабочку. И иллюзии их будут лишены. Это не имеет смысла в битве 5 на 5. Ибо вы и сами лишитесь этих предметов и умрете скорее всего. Но может быть использовано, если шадоу демон применил дизрапшен на вас где-то на карте вне драки. Просто чтобы получить сильные иллюзии. Чем меньше предметов, тем слабее будут иллюзии. Вторая фишка. Увидел ее на днях на каком-то стриме. Не так давно пуджу подняли хук. Да так, что он на первом уровне уже 1300. Это очень и очень много. И появилась вот какая тема при игре за Рэддиант. Берем вард и смок. Ставим вард в мид. И используем смок ближе к выходу крипов. Становимся вот сюда. Когда противник будет подходить к вышке, обычно при этом стараясь блочить крипов, вы просто-напросто его хукаете. Ну и что скажете вы? Офигенная фишка НС. Хукнуть блин за пуджа, а мы не знали. Лучше бы гайд на Брюмастера сделал. Но погодите. Прикол в том, что если вы встанете верно, то герой не сможет отсюда выбраться. То есть жирный пудж просто перекрывает ему дорогу. Ну и все. Вместе с вашим мидером оформляете легчайший ФБ. Работает 10 из 10, так сказать. Главное четко понять место, куда вставать. Ибо если встать неправильно, то противник просто убежит. Халявный Аганим на Найксе не желаете? Если желаете, то в помощь вам Висп с талантом на халявный Аганим. И тут вы опять начинаете. Найс, фишка, валет. Висп с талантом дает Аганим. Охренеть теперь. Где гайд на Брюмастера? Но погодите, погодите. Тут все не так просто. На деле Висп с талантом Найксу Аганим почему-то не дает. И ассимилейт просто не появляется. Однако, если кого-то съесть, то он появится. Но будет не прокачан. И его можно будет прокачать, использовав один скиллпоинт. После чего он останется на всю игру. И можно будет кушать союзников сколько угодно. Но правда одного скиллпоинта вы не досчитаетесь. Что, впрочем, не супер страшно. Можно оставить ультимейт в двойку, например. Так или иначе, само по себе это довольно забавная механика. Очевидно, тут какая-то кривда, кость. Но это дота 2 в ней и не такое бывает. Ну и куда же мы без морфлинга? Это главный поставщик фишек. Если он превращается в шейкера, то при каждом использовании морфа он будет станет противников рядом с собой. Ибо морф будет активировать афтершок шейкера. В целом, это уже само по себе абуз. Длительность стана от афтершока полторы секунды. А дважды использовать морф это 2 секунды. Получается почти пермостан. Однако, все-таки стан непостоянный. И противники легко успеют нажать БКБ или застанить нас. Или бог знает, что еще сделать. Но если дополнить эту историю Акторином и Арканруной, то вот тут начинается действительно забавная история. Теперь КД на морф будет меньше, чем стан от афтершока. И противники действительно будут стоять в стане бесконечно. Длительность морфа, если взять правый талант на 15 уровне, 35 секунд. То есть фактически можно кого-нибудь застанить на 35 секунд. Такие вот дела. Ну и последняя фишечка. Это та самая легионка с превью. Аганим на этом герое очень даже неплох. Напомню, что он увеличивает длительность ультимейта, дает легионке эффект БКБ и не позволяет никому со стороны вмешиваться в вашу дуэль. Однако, порой очень хочется, чтобы кто-то вмешался. Особенно при каком-то одиночном ганге. Так вот, сразу после того, как вы активировали дуэль, вы можете переложить аганим в рюкзак. При этом произойдет следующее. Длительность ультимейта не сократится. Эффект БКБ с вас исчезнет. То есть урон от магии и всякие станы вы начнете получать. Однако, останется визуальный эффект, который может спутать ваших оппонентов. Ну, какой, мол, смысл кидать в героя, который как будто бы под БКБ какие-то магии? Никто, наверное, этого и пробовать делать не станет. То есть обман получается такой неплохой. Также исчезнет эффект невмешательства союзников и противников. То есть и вас, и цель под дуэлью снова можно будет атаковать извне. Чем это все полезно, спросите вы? Ну, в первую очередь тем, что при ганге на одиночную цель вместе с союзниками вам точно стоит переложить аганим в рюкзак после дуэли. Это просто-напросто позволит быстрее и надежнее сделать фраг. Второй момент в том, что купив аганим и несколько раз использовав дуэль с ним, вы дадите противникам понять, что вас в дуэли как бы смысла трогать нет. Все равно вы неуязвимы, но тут мы неожиданно перекладываем аганим в рюкзак. Союзники помогают быстренько убить цель под дуэлью, а противники тупо не понимают ничего. Короче говоря, крайне интересный и действенный абуз. Я бы даже сказал, что все это вместе походит на баг, но работает тем не менее и очень даже эффективно. Спасибо за наводку на эту фишку, Денису Пушкину, более известному под ником Бабочка. Ну и как бонус, один бесполезный, но забавный баг. Узрите мощь огромного бабуина! Как он стал таким большим? Ел растишку, наверное, ну или хрен его знает. Ладно, на самом деле это просто морф, который превратился в Манки Кинга в форме банана, а потом нажал БКБ. Я хз, почему он такой огромный и что тут происходит вообще? Но, честно сказать, получить по лицу этой вот его огромной палкой мне совсем не хотелось бы. Спасибо за просмотр! Не пожалейте лайка, если видео вам понравилось. Ну и, конечно, не забудьте подписаться на канал, если вы здесь впервые. А с вами был НС. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok